Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр, или же Клон Морти, ведь мы с вами находимся в гаражной лаборатории Рика, и продолжаем проходить игру под названием Рик и Морти Virtual Recality. А если вам понравится этот ролик, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью вот таких вот штуковин. Итак, друзья, я воскрес. Да, меня оставили на какой-то далёкой планете, умирать, но из-за того, что клонировательная машина работает исправно, Рик и Морти создали нового клона, в общем-то, это снова я. Да, такие дела. И смотрите-ка, что мы смогли привести с той планетой. Какое-то странное яйцо. И мне кажется, что там внутри кто-то есть, потому что оно вибрирует, я это чувствую. И, скорее всего, это яичко и нужно сейчас разбить. И у меня даже для этого есть кое-какие инструменты. Я понял, сейчас всё сделаем. Попробуем молоток. Да, молоток прошёл насквозь. И не только яйца, но ещё и самого вот этого всего оборудования. Попробую другой стороной. Нет, слушайте, у меня ничего не выходит. Ладно, придется применить тяжелую артиллерию. Возьмем молоток и кое-что интересное. Что мы смогли открыть в прошлой серии? А именно увеличительную таблетку. Тогда у нас будет мега большой молоток. И именно этим мега большим молотком мы как следует стукнем по яйцу. И оно разобьется. Во, вот это я понимаю. Вот это настоящий инструмент. Ну, вздрогнули. Э, стоять. Блин, оно не разбивается. Но, похоже, есть еще один вариант. Но его мы испробуем немножечко позже. Сперва хочется проверить. А что если скрестить линейку, которая все уменьшает, с таблеткой, которая все увеличивает? Возможно, вселенная просто схлопнется. И это действительно, друзья, интересный эксперимент. Давайте его прямо здесь и сейчас проведем. Поехали. И у нас получается большая линейка. Серьезно, это просто большая линейка. Пипец. А если поменять местами, может быть, будет большая таблетка? Или маленькая таблетка? Нет. В любом случае, у нас получается дурацкая ненужная линейка. Нафига они нам? Я все окна тут разобью. Морти, не парься. Потому что эксперимент не удался. Но ладно, давайте возьмем яйцо и отправимся назад. Похоже, его нужно закинуть в машинку для сушки. Там оно под большой скоростью будет вращаться, биться о стенки и в итоге расколется, я надеюсь. Давайте попробуем. Правда, я не помню, какая из этих машинок служит для сушки. Надеюсь, что это. Так, нам нужен самый жесткий режим. Ну, температура, я думаю, ни на что не повлияет. Поехали. Ииии... У нас там что? Оно вылупилось! Ты кто такой? Это мозговой слизень! Офигеть, это настоящий мозговой слизень! А ну-ка, прилипни и высоси весь мой мозг. Давай, я думаю, у тебя получится. Ладно, у меня там шлем. Конечно, он не сможет прилепиться. Что такое? Кто звонит? Так, ну это прикольная штука на самом деле. А что она вообще может? Ты кто такой? Ты кто такой, малыш? Ты кто такой? А если тебя бросить, что с тобой будет? Я, наверное, перестарался немного с броском. Надеюсь, этот малыш не погиб и вернется назад. Да, он возвращается, похоже. Не особо быстро, но все-таки возвращается. Наверное, его нужно покормить, потому что он только родился. И обычно, когда ребенок рождается, ему сразу нужно что-нибудь сожрать. Желательно большой кусок мяса. Или большой кусок огурца. Так, он осматривает разные вещи. Смотрите-ка. Ну да, малыши любознательные. Это картина коня. Знакомься, это конь. А это я. Я Саня. Ну что с тобой делать? Что-то... Что такое? Ладно, я дам тебе огурец. Я дам тебе огурец. А ты... О, смотри, это огурец. Что? На, на, съешь огурец. Блин, нужно было ему сделать мега эпичный большой огурец. Тогда он сто процентов бы наелся. Что тебе еще-то надо? Лети ко мне. Ну вот что ты меня преследуешь? На, крышку. О! Он реагирует на крышку? Это мой ручной слизневый песель. Смотри-ка. А если я брошу ее туда? Он постоянно будет приносить мне ее? Серьезно? Что? Что такое? Так, мы уже похавали с тобой. Давай-ка, ну... Что, опять жрать хочешь? Ну ты даешь. Ну я... Ну давай я тебе сделаю мега эпичный огурец. Так и быть, ты меня уговорил. Смотри, какой зверюга. Ты сможешь с ним справиться, а? Нифига себе, просто всосал его. Моментально. Блин, ну доволен, теперь счастлив. Куда ты полетел? Что тебе теперь надо? Так, тебя заинтересовал портал. Может быть, там появился... Он еще и на ванну переключил. Что тебе надо ванной? Там ничего интересного. Ну поехали в ванну. Слово ребенка закон для меня. Вот ванна. Ему нравится. Мысль о ванной куда-то... Чего? Нет! Нет, не смей! Я только почистил здесь все. Он прямо, короче, мне в руки, похоже, все свои дела сделал. Но из него ничего не выпало, потому что огурец не успел перевариться. Ты не понимаешь? Так, а что у нас тут? Смотрите-ка. Я побрею тебя, иди-ка сюда. Батя научит тебя бриться. Давай, смотри. Бзю-бзю-бзю-бзю-бзю-бзю-бзю-бзю-бзю-бзю-бзю-бзю-бзю-бзю-бзю-бзю-бзю-бзю-бзю-бзю-бзю-бзю-бзю. Нормально? Теперь детской присыпкой. Вот. Другое дело. Теперь немножечко зубной пасты. Вот так. Чтобы кожа блестела. Потом все это наполируем как следует. Вот так вот. В глаз немного. Потом щеткой потрем. Ну и вроде должен быть доволен. На самом деле нет. Он куда-то вниз заглядывает. И что здесь такого интересного? ну смотри какое-то чистящее средство на 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 нравится что это вообще такое так что у нас здесь какие-то разные штуки ну это что такое это именно то что он хочет похоже на какое-то сухое топливо не иначе ну на нифига себе ты чё больной что ли зачем ты это съел ты чего ты в себя держи в руках а радиоактивные как у леньки почему бы и нет я же давно чего я мистер забрызган эти весело да ну дал бы хотя бы потрогать эту радиоактивную штуковину ты где чем теперь хочет но я возвращаюсь назад вопросов нет я вернулся ну и что опа друзья смотрите здесь какая-то крышка открылась я раньше ее не видел она была разве здесь нужно вставить игровой картридж он лежит по моему где-то там сейчас нужно будет слетать к нему так друзья небольшой технический нюанс я исправил теперь картинка должна быть ровной я возвращаюсь сюда и ищу игровой картридж под названием трой ну что ж отправляемся прямо сюда дружище давай с тобой сыграем в эту игру должна быть очень интересно и надеюсь я давно положил взгляд на этот картридж и давно хотелось него поиграть что закрыть ну давай закрою а чё о нифига себе переключатель офигеть вы посмотрите здесь настоящий игровой автомат все это время от меня прятали плюс ко всему это не просто игровой автомат это VR VR как я такое люблю двойной VR поехали понеслась почему здесь все картонное такое ощущение будто мы этот мир создали вы помните да в прошлой серии мы создавали похожие картонные изображения а теперь я сижу в картонной клетке почему это моя мама ты тоже из картона ты родила картонного сына дала мне картонные игрушки да ты издеваешься надо мной ну я кину можно в тебя картонным мечом вот так жести шампанское бутылку пива положила ребенку хоть и картонного но все равно так 16 лет два месяца спустя шо чего я я играю в футбол нифига себе да я нормальный чувак надо было может быть в зеленую точку попасть но я промахнулся ладно я по крайней мере попытался просто хотя бы кинуть у меня черные руки это стремно мы теперь в баре вы мои кореша новые опять ну что это за такое в детстве пиво вырос пиво учет давайте как-то завязывать уже с этим но на самом деле ведем здоровый образ жизни пьем bleepis в облепи скола то что нужно ну там ее нет как всегда меня обманули в картонном мире и так 31 год мне и 6 месяцев чувак что за гадость я даже не хочу знать что ты мне предлагаешь я даже не хочу знать что ты мне предлагаешь подавись я за здоровый образ жизни или это я ему предлагаю а почему и в переулке блин так все хорошо начиналось картонная кроватка виде картонной тюрьмы мне нужно менять свою жизнь это ты моя жена да ты была раньше моей подругой а похоже то что я беру и влияет как-то на следующий кадр на то что будет происходить ну я решил изменить жизнь и стать нормальным человеком прикольно это биржа труда и у нас на выбор есть три работы первая тренер вторая доктор ну и третья музыкант ну тренером я быть не хочу мне кажется это не моё доктором я бы точно не вылечил бы а покалечил наоборот давайте выберем музыканта там накосячить гораздо сложнее чем в профессии доктора не хочу травмировать людей так ну что я буду офигенным музыкантом надо полагать мне 51 год и три месяца да у меня куча фанатов ура я прожил отличную жизнь я не знаю кто то и я знаю кто вы я вас тоже люблю класс 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 чё еще говорят музыканты на сцене но у меня есть микрофон вы иду ночью в поле с конем что я творю покатаюсь я немного на нем жесть но тебя явно получается лучше у меня петь нужно было сочинить какую-нибудь песню прежде чем играть в эту игру и так 66 лет и три месяца прошло спасибо спасибо я трой друзья я вспомнил что это за игра помните тоже была серия где нужно было прожить чувака и в конце тебе же прожить жизнь чувака и в конце тебе давали оценку я помню 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 вот что это за трой но там это конечно выглядело эпичнее здесь все это картонная но все равно прикольно в нее даже можно переиграть и посмотреть какие варианты будут в итоге я не думал и рандомно разбрасывался табличками но оказывается каждая из них давала какой-то эффект это здорово что такое диагност у меня повреждена печень что такое лангс я не знаю и короче органы повреждены из-за того что я вел нездоровый образ жизни хотя старался вести здоровый образ жизни меня опять обманули я похоже помер гейм овер но насыщенная жизнь по крайней мере было это здорово так 69 лет прожил неплохо знаете это неплохо для мужчины вообще что это что это такое так нужно теперь эту штуку дернуть ну давай дернем и и это какой-то приз будет который мы выиграли чё там такое шо это такое что все это значит ну давайте попробуем блин вот это чувак у него такое лицо грустное всегда было ладно давайте попробуем дернуть и и что что это зачем мне это выбирает персонажей но окей ладно мне эта штука показывает идти сюда открываем чемодан он выглядит очень прикольно давайте его откроем это подходит сюда да отлично так что еще туда может подойти интересно мне знать а глядите-ка смотрите-ка тут есть и планшет какой-то инструкцией и так нам нужно совместить металл с булавой и мы получим антенну я так понимаю да далее нам нужна лампочка которую мы скрестим с таблеткой и получится видимо большая лампочка как раз сюда ну а эту штуку мы уже с вами вставили и так нужен какой-то диск а вот кстати и он иди-ка сюда диск blips and cheats нужно сделать его металлическим ладно эта штука мне пока не понадобится где взять лампочку мне интересно знать что ты не переследуй меня аж я счастья увеличу а это офигенная идея увеличивайся я думал от его какаха он ее съел так стоп стой на месте стоять во если его с чем-то скрещивать получается вот это короче он сам себя съедает выходит прикольно ладно давайте искать лампочку или может быть как-то лампочку можно создать скрестив что-то с чем-то кстати там же была лампочка но я уже не дотянусь до нее но можно с помощью мистера миссикса план такой я возьму эту лампочку скрещу ее с стеклом и в итоге должно получиться давай так а давай сюда ее давай вот так скрещу ее со стеклом и получится целая лампочка логично логично давайте вот гениально мы это чувак прости не хотел срывать тебе половину лица так а ты под подальше от меня держись и не смотри на мою лампочку она мне еще пригодится так здесь ты сейчас все сломаешь здесь важна деликатность и делаем все на выпей как он интересно себя поведет после того как напьется непонятной зеленой жидкости чё еще хочешь ну да еще все больше не дам так ну давайте таблетку наконец-таки скрещивать вот она гигантская лампочка и она должна сюда подойти все верно понятия не имею что это за машина и для чего она нужна но выглядит жутко серьезно жутко выглядит давайте теперь сделаем металлический диск благо я уже знаю как это делается лампочку разбилась я пока оставлю там так таблетку ложим сюда нужна металлическая какая-нибудь банка или что-то в этом духе и у нас получается металлический диск и дальше наверное даже не обязательно скрещивать именно с маргенштерном булава в общем со штукой которые бьют по голове да скажем по простому можно скрестить с молотком и у нас получится то же самое потому что молоток дает ручку вот в чем дело она так нет не работает похоже реально надо с этой штукой скрещивать в чем разница в чем разница я не понимаю в расположении то есть так она вот так атака но вот так но я понял хорошо чё теперь чё-то я не понимаю ее сорвать нельзя я не понимаю что нужно сделать так стоп а где инструкция я вроде тащил ее с собой или я оставил ее где-то здесь мне срочно нужна инструкция потому что я запутался так я все вроде сделал как было написано я недоумеваю друзья мне нужно еще одна инструкция елки-палки друзья вы только посмотрите как это нужно было крепить не вот так а вот так и она сработала офигеть я думал одну антенну нужно заменить на другую но она оказывается так это прикольно так снова рик звонит давай поговорим с риком куда отправляется сигнал интересно мне знать друзья кто знает куда отправляется этот сигнал очень странное устройство не хотелось бы знать для чего но здорово мужики вы вернулись дайте-ка я выберу лучше позицию чтобы на вас смотреть не трожь на мужину я чего ты делал зачем ты это сделал рик какой-то ты жесткий чел что-то в церкви вот не надо оставлять меня здесь на отлично короче морти что-то говорил про большую пушку что-то про большую пушку либо я неправильно расслышал еще и все закрывается но отлично что чего это такое идет мне нужно срочно пушка мне нужна большая пушка где моя таблетка иди сюда иди сюда мне нужна большая пушка это небольшая пушка это опять будет хрень пипец 6 это отец того штуковины или это мать его а смотрите-ка мне нужно положить снова руки и мне дадут пушки ночью повеселимся так а если я могу назад телепортироваться отсюда будет удобнее или отсюда я не могу телепортироваться по крайней мере назад меня опять убили нужно было действовать и стремительнее такс меня дадут снова орудия ага я уже без пушек теперь и без пистолета я вообще без ничего теперь отлично просто замечательно ну дайте мне хотя бы пистолет дайте мне хотя бы пистолет пожалуйста какой-нибудь любой он же где-то вот он да далеко я на этом пистолете не уеду телепортация ну теперь я по крайней мере знаю как уворачиваться ну я не знаю у вас получится ли этим пистолетом его вообще победить кстати это идеальное место здесь у меня не дымажит вообще может ему туда стрелять выйти его что это такое потроха я не знаю нет серьезно я не понимаю что делать то с тобой там и портальная пушка лежит но из этого пистолета убить его не получается а никакого другого оружия у меня нет я попробую подойти поближе может мы с тобой как-то подружимся общий язык найдем или игра просто заглючила я не телепортировался во первых во вторых у меня нет пушек которые его дымажили пистолет бесполезен алло я наверное просто не вижу пушек которые должны быть где-то можно от бесконечности стрелять и никакого результата не будет я попробую скрестить у меня теперь вот такой пистолет на тебе страшно нет забери его тогда ладно я попробую еще раз погибнуть и быть может тогда что-то произойдет он меня даже не дымажит похоже игра подключила и есть мнение что друзья игра просто немножечко немножечко заглючила придется этот момент перезапустить я полагаю потому что иначе никак давай сюда эту шаурму я просто выйду сейчас перезапущу и все должно быть хорошо надеюсь это именно тот уровень потому что в них я уже честно говоря запутался где что и как пипец нужно было просто стрелять в него зачем я решил бегать прыгать и заниматься прочими вещами да он приходит дайте мне давай сюда пушки мне нужны пушки она идет она мать его идет она нападает и она уже близко дай мне мои пушку это не пушка пушки где мои пушки вот они отлично вот демодж пошел демодж идиот нормалды да ладно я чуть не понимаю надо было я думал я сменил положение и все будет хорошо но оказывается это немного не так работает ладно попытка еще одна похоже я знаю чё нужно друзья делать перед самым этим лучом смерти надо бы увернуться но помещение блин маленькая и поворачиваться в игре очень сложно а ну от от того становится еще интересней появляется лютый челлендж который надо пройти по любому давайте сразу сюда отправимся короче когда он уже начинает на меня светить лучом прямо перед этим я попытаюсь как-то телепортироваться или может быть есть какая-то защита но я не знаю что это за защита и как ее использовать наверняка как-то можно ну как он использует какие-то мозговые лучи получается давайте проверим работает ли это нет друзья я бы немного успокоился послушал не только сухой голос но еще и река и он говорит что нужно его покормить горит фиды 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 я такой окей фиды давайте дадим ему какую-нибудь большую еду может быть он успокоится и я не знаю вот тебе большое яблоко пипец я умер большое яблоко ему не подходит давайте попробуем еще раз либо я просто получил урон так рик опять что-то говорит надо будет поправиться его послушать не но он съел нормально ест друзья надо скормить ему ту штуку которая лежит в ванной отлично во первых стена во вторых это черт возьми портал давайте возьмем эту штуку попытаемся ее увеличить и по идее должно сработать так это сюда яблоко нам не нужно давайте и поехали на хавай схавал ему понравилось вы начнете совсем жестко чё-то он сам это да печальная кончина когда ты съел что-то потом это вышло из тебя и ты на этом же взорвался помогите мне это развидеть это выглядело ужасно черт побери действительно ужасно ну и на этом друзья я думаю можно пока остановиться большое вам спасибо за внимание за просмотр мы победили хоть и не сразу но получилось до новых встреч удачи пока счастья вам